Это итоги недели в студии Юлия Евтушенко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Квартирный налог, оптимизация болезни и свое родное. Белорусы стали чаще покупать товары длительного пользования. В чем причина? 2023-й – это уже история. В Бобруйске прошло собрание городского актива. Каким был прошлый год? Будьте здоровы! Детская больница отметила 60-летний юбилей. Спасибо врачам, что помогают нашим детям. Как лечат маленьких пациентов? Все на лыжи. В Бобруйске готовятся к главному зимнему состязанию. Мы все окунулись в атмосферу праздника, ведь всех нас объединила любовь к спорту. Что в программе? Низкие продажи, снежный занос и всевидящее око. Французский офис Амазон оштрафован из-за слежки за сотрудниками. Зачем это понадобилось маркетплейсу? На неделе глава государства принял кадровые решения, провел несколько совещаний, наградил ученых. На должность министра здравоохранения назначен экс-руководитель РНПЦ психического здоровья Александр Хаджаев. Александр Лукашенко дал новоиспеченному руководителю ряд ценных рекомендаций. В первую очередь покончить с клановостью в Минздраве. В ведомстве должны быть исключительно профессионалы. Придется непросто. Немало, правда, сделано в последнее время. И нынешним министерствам, и той комиссией, которую я создавал, они так прилично прошлись по первичному уровню здравоохранения. Вы прекрасно понимаете, что деревню, малые города мы потерять не можем. Это основа нашего государства. Да и там живут люди, которые нуждаются в первую очередь в помощи. Я не говорю, что мы в городах не будем работать, но в городе мы более-менее порядок навели. И у нас здесь помощь, вы это знаете, оказывается на более высоком уровне, нежели в сельской местности. Поэтому там вроде бы мы обозначили, что надо сделать, и порядок относительно навели. Я думаю, что в этом году мы проблему эту рушим с ФАПами, районными больницами, участковыми, где они есть, больницами сестринского ухода. Но дальше надо действовать более решительно, надо считать деньги, надо смотреть на то, что происходит. После встречи с главой администрации президента Игорем Сергеенко главными темами для обсуждения стали подготовка к предстоящим выборам и кадровые вопросы. Александр Лукашенко также провел совещание с военным руководством. Несмотря традиционность таких встреч, они важны в силу ситуации, которая разворачивается вокруг страны. В пятницу в преддверии профессионального праздника глава государства вручил дипломы и аттестаты 12 ученым. Среди них заслужены исследователи физико-математических, технических, химических, медицинских, исторических и политических наук. Мои пожелания вам и напутствия тоже традиционны и предельно конкретны. Научные достижения не должны остаться красивой витриной. Нельзя допустить, чтобы труды наших ученых стояли на полке или пылились в библиотеках. Их уже сейчас ждут на производствах, лечебных учреждениях, в учебных классах. Это я больше говорю нашим начальникам, которые здесь присутствуют. Именно прикладной характер научных исследований определяет надежность и прицветание нашего общего дома. В Бобруйске прошло собрание городского актива. Подведены итоги 2023-го и поставлены планы на 2024-й. Глобальный посыл, года качества, дальнейшее улучшение благосостояния белорусов и повышение конкурентоспособности продукции. Обо всем по порядку Юлия Вернер. 27 января. 80-е годовщина со дня полного снятия блокады Ленинграда. На собрании городского актива первым делом отдали этому знаковому событию дань уважения. Игорь Кисель вручил подарки четырем свидетелям страшных событий. Сразу после торжественной части к делу. 23-й принес Бобруйску очередные достижения. За январь-декабрь результаты реального сектора города в отраслях промышленного производства, розничного товарооборота, продажам превзошли среднеобластные показатели. Зарплата выросла более чем на 350 рублей. Бобруйск уверенно встретил год качества. «Мы не можем сдавать позиции. Ведь слава наших предприятий, качество их продукции продолжается еще с советского периода. Государственный знак качества Советского Союза был присвоен нашим старейшим предприятиям. Уверен, что бобруйские промышленники продолжат славные традиции и будут в числе обладателей уже вновь утвержденного государственного знака качества». Весь год активно велась работа по импортозамещению. Объем превысил 100 миллионов долларов. Половина отправилась на экспорт. Кроме того, особое внимание инновационной продукции. Ее доля достигла практически 15%. Главный девиз – качество. «Мы пользуемся только одерихом. Мне почему-то это нравится. Больше оно на экспорт идет, насколько я наслышана. И по качеству, ну, я не знаю, лучше, наверное, нет масла. Даже не уступают тем же, может, итальянское, там, оливковое. Нет. Мы перешли полностью на одерихо нерафинированное масло и рафинированное тоже хорошо. На нем, кстати, безопасно очень готовить». «Первое, что приходит в голову – красный пищевик. Это качество. В первую очередь. Что продукты питания, что косметика, что ткани, по крайней мере. Ну, вот это вот все. Поэтому я думаю, что и за пределами Белоруссии на сцене за это». Сфера образования также радует хорошими результатами. В прошлом году 5-11-классников поступили в вузы без экзаменов по результатам университетских олимпиад. Не переставали развиваться и педагоги. Но нет предела совершенству. «Прежде всего, это работа по кадровому обеспечению от поваров до педагогов. Организация питания в учреждениях, аттестация педагогических работников, особенно дошкольных учреждений». Сила, выносливость, закалка. Не обошлось без покорения спортивных олимпов. В прошлом году бобручане привезли в родной город 52 медали. По 18 золотых и бронзовых – 16 серебряных. «Ближайшая перспектива строительства грибной базы и физкультурно-спортивного комплекса. Все для занятий спортом. Спортом только приходите». 2024 год качества откроет как для Бобруйска, так и для Беларуси новые перспективы. Не за горами очередные рекорды и достижения. Стремление к цели, трудолюбие и упорство помогут добиться высоких результатов. Юлия Вернер, Станислав Чичерин. Итоги недели. Расчетный лист, подозрительный платеж и съемное жилье. С февраля в республике повысится налог на сдачу квартир. Насколько? Громкие итоги недели дали в специальном обзоре. Белорусы стали чаще покупать товары длительного пользования. Крупнейший отечественный банк внедрил социально значимый кредит на покупку товаров под 4% годовых. Уже выдано более 8 миллионов рублей. Средний размер одного займа – 5 тысяч рублей. Чаще всего покупатели приобретают мебель, холодильники, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины, керамическую плитку. Средняя начисленная декабрьская зарплата в республике – 2271 рубль. Это на 300 больше, чем в ноябре. Самый высокий показатель традиционно в столице – 3240. В топе отраслей IT – 6590. Финансы и страхования – 4226. И сфера науки – 2246 рублей. На статистику влияют и бонусы, которые, как правило, выплачиваются в конце года. С февраля в республике повысится налог на сдачу квартир. Предоставление жилья в столице обойдется в 47 рублей за каждую жилую комнату. Ценник в областных центрах чуть ниже – 44. Арендодатели в крупных районах будут платить 29. Срок уплаты – не позднее 1 числа 2024. Если расчет был произведен по старым ставкам, то необходимо будет доначислить остаток. Банки страны смогут блокировать подозрительные платежи белорусов. Нововведение вступит в силу с марта. Финучреждения будут приостанавливать операции на двое суток, чтобы связаться с клиентами для уточнения ситуации. Информация о сомнительных денежных манипуляциях будет поступать в систему обработки Нацбанка, а после перенаправляться в коммерческие организации. В ближайшие два года в республике может появиться электронный больничный. Цифровая справка перспективы облегчит жизнь работодателям и ФСЗН при назначении и выплате пособий временной нетрудоспособности. По новым правилам, сведения о периоде болезни наниматель будет получать сразу от фонда защиты в онлайн формате. Квалифицированные врачи, современное оборудование и высокий уровень обслуживания. Городская детская больница отметила юбилей. Здравница обеспечивает высококвалифицированной стационарной и консультативной медпомощью жителей Бобруйской и района. Виталий Гаврусев навестил маленьких пациентов. Бобруйская детская больница в декабре 2023 года отметила 60-летний юбилей. Построенная в 63-м после капитальной реновации приобрела совершенно иной облик. Разноцветный фасад украсил привокзальную площадь. В коридорах и палатах также веселые цвета и мультяшно-сказочные рисунки. Для Екатерины Павловича и трехгодовалой Варвары это не первый визит в учреждение здравоохранения, но результат всегда один – квалифицированная помощь. Нам здесь помогают, здесь очень хорошие доктора, всегда готовы прийти на помощь, подскажут, все объяснят, все отлично. Пришли сюда по острой боли, сейчас очень много деток болеет, очень большой вирус ходит. В обновленной больнице три педиатрических отделения для детей разного возраста. Анестезиология и реанимация с выездной бригадой. Всего 150 койко-мест. Здесь готовы лечить детей не только из Бобруйска, но и из пяти ближайших районов. Пытаемся отследить от нуля, то есть от рождения до выпутия в взрослую поликлинику, то есть до совершеннолетия. Поэтому да, мы интересуемся и жизнью, и как лечиться, как реабилитируются дети. Уникальность этого места и в том, что здесь работают лучшие специалисты своего дела. Кроме того, Бобруйская детская оснащена современным высокотехнологичным оборудованием. Это эндоскопическое оборудование, новое, с дезинфекцией высокого уровня эндоскопов и хранение в стерильных условиях эндоскопов. Это лорместо, электроэнцеполограф. Это аппарат УЗИ. Все это позволяет своевременно диагностировать заболевания, сложные пороки развития в ранние сроки, осуществлять диагностику нарушений ритма, артериальные гипертензии, улучшить качество эндоскопического исследования желудочно-кишечного тракта, проводить исследования функций внешнего дыхания на оборудование высокого класса. Дети госпитализируются респираторной патологией в нашу больницу. Около 60% заболеваний органов дыхания. Бронхиты, дарингиты, пневмонии, бронхиальная астма. Львенную долю составляют эти заболевания. Ольга Михалькевич окончила Гродненский медицинский институт. 30 лет предана педиатрии и детской больницы. Опытный лор всегда находит общий язык с детьми. К врачу выстраивается очередь даже пациентов из столицы. Сегодня медик принимает в новом кабинете. Мы получили новое совершенно оборудование шикарное. Оно оснащение полностью облегчает работу врача, облегчает диагностику. А до этого, конечно, все было проще намного. Стол, стул, лампа настольная. Вот так работали доктора своими железочками. Ну, сейчас, конечно, уже далеко не железочки, но все равно без знаний врача и без наличия врача ничего не имеет значения. Современное оборудование значительно увеличивает и возможности лаборатории при постановке диагноза в экстренных случаях. 38 исследований, 200 тестов в час и два врача лабораторной диагностики представят полный спектр биохимического исследования сыворотки крови. В среднем одна биохимия выполняется около часа. Самое главное – это билирубин. Очень много новорожденных с высоким билирубином, вот, поэтому это самый важный наш показатель. Ну, глюкоза тоже. Светлые, уютные палаты, новая мебель, удобные душевые и санитарные комнаты, полное переоснащение пищеблоком. Палаты повышенной комфортности радуют не только маленьких пациентов, но и их родителей. Мы всем довольны палатой, обслуживанием, и ведь сестры хорошие, девочки. Ну, все нам понравилось. Питание. Ребенку тоже нашему очень понравилось. Спасибо врачам, что помогают нашим детям. Для каждой мамы самое важное – здоровье детей. И если ребенок заболел, необходимо, чтобы он получил все обследования, лечение в полном объеме и вовремя. Для Карины Поборцевой курс на выздоровление только начинается. Вчера попали вечером в реанимацию. Высокая температура держалась очень долго, и стало тяжелое дыхание. Мы вызвали скорую. Скорая нас привезла сюда. Осмотрели здесь внимательно и сказали, нужно в реанимацию. Вот сейчас я с ней. Перевели нас сюда в отделение. Как наши малыши? С этого вопроса начинается каждое дежурство врача высшей квалификационной категории, заведующего педиатрическим отделением для новорожденных Елены Скляр. Даже выходной она не изменяет этой традиции. Или, скорее, зову сердца. В нашем отделении лежат дети первого года жизни. Чаще всего ребенок поступает к нам, когда переводится из родильного дома. Он имел там какие-то проблемы, а мы с этими проблемами помогаем ему справляться. Детки у нас все лежат с мамами. Ухаживают мамы, но бывают иногда и папы, которые справляются с этим прекрасно. Дети лечатся у нас. Если какие-то возникают проблемы, бывает, что они переводятся в Могилевскую областную детскую больницу. В детской хорошо развит институт наставничества. За каждым молодым специалистом закреплен опытный работник, который помогает новичку пройти процесс становления. Каждый год мы прирастаем по чуть-чуть новыми молодыми специалистами. Мы пытаемся передать им тот багаж знаний, который уже имеется у наших старейших, те, которые проработали не один десяток лет, которые накопили и передают этому молодому поколению. Для того, чтобы лечебный процесс не останавливался, и дети всегда получали адекватную, квалифицированную помощь. При необходимости маленьким пациентам оказывается прогрессивная и узкоспециальная диагностика лучшими специалистами не только нашего города и области, но и республики. Коллегами из города Минска, из РМПЦ, таких как РМПЦ «Мать и дитя», РМПЦ «Доги». В принципе, все лечебные учреждения в городе Минск, которые завязаны на помощи детям, они нам помогают в этом. Для этого мы также используем такое понятие, как телемедицинское консультирование. Для медицинского персонала очень важно, когда пациент поправляется. В такие моменты врачи понимают, проведенные у кровати дни и ночи прошли не зря. Высококлассные специалисты, современные технологии и оборудование, а также непревзойденное качество – вот что отличает сегодня Бобруйскую детскую больницу. Виталий Гаврусев, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. До выборов осталось меньше месяца. В Белоруссии может появиться электоральное волонтерство. Весомый шаг в этом направлении – создание молодежного совета «Прицик». Ожидается, что он будет повышать качество работы комиссии и избирательной системы страны в целом. В составе 19 человек, от 18 до 31 – студенты, магистранты и работающие молодые люди. Продолжается этап регистрации потенциальных кандидатов в депутаты. Этот процесс завершится 30 января. Пока не зарегистрирован ни один из выдвиженцев. Идет проверка документов. Тем временем цифры аккредитованных наблюдателей растут каждый день. У нас уже на сегодняшний день 4 439 национальных наблюдателей зарегистрировано. Но это только в территориальных окружных комиссиях. Сейчас идет процесс формирования участковых избирательных комиссий. В общей сложности их создано 5 411. Единый день голосования, напомним, пройдет 25 февраля. Белорусам предстоит выбрать депутатов всех уровней – от местных советов до палаты представителей. Бобруйская лыжня 2024 вновь собрала любителей активного отдыха. На лыжи встали все – от руководства города до школьников. Соревновались команды на двух дистанциях – 1200-800 метров. Хороший тон задавали творческие коллективы города. Виталий Гаврусев проникся атмосферой. Старость меня дома не застанет. Я в дороге, я в пути. Слова из этой песни Юрия Богатикова, как принцип жизни этих людей, которые 27 января стали участниками масштабного, яркого, спортивного праздника «Бобруйская лыжня 2024». Последнюю субботу января сотни бобруйчан предпочли начать активно. В пункте регистрации очередь желающих испробовать главную лыжню более чем. Дистанции подобраны оптимально для каждой возрастной группы и уровня подготовленности участников. Трассы подготовлены у нас две. Одна трасса – это для взрослых – 1200 метров, и детская – 800 метров. На старте 526 человек, 85 команд. Кажется, площадка у ледовой арены забита под завязку. Пока одни готовятся к состязаниям, другие с комфортом расположились на фудкорте. Сегодня важнейшая для всей страны задача – популяризация здорового база жизни, массовых видов спорта, крепления здоровья людей. В нашей стране и в городе делается все возможное для этого. За годы проведения праздник стал одним из брендов спортивной жизни города на Березине. Традиционно здравоохранение участвует в Бобруйской лыжне. Получаем позитив, хорошее настроение, ну и, безусловно, здоровье. Ждем старта с нетерпением, чтобы показать результат. Победа – это неважно, главное – участие, и спасибо за организацию этого большого мероприятия. Я футболист по призванию, но не принять участие в этом празднике я не мог. Первыми на старт вышли команды органов госуправления, подразделений госполкома, администрации районов, правоохранительных органов и силовых структур ГРОЧС, учреждений здравоохранения. Трасса была отличная, получили заряд бодрости, энергии и позитива. Чувство праздника, оно вот именно возникает, когда вот столько народу собираются, все объединены тем, что вот стремятся доказать, что это прежде всего в себе, что в этот выходной день можно не только лежать подольше на диване, но и пораньше выйти и прокатиться по такой чудесной лыжне. Дистанцию 1200 с легкостью преодолели команды учреждений среднего и профессионального образования. Спортивный тон задавали и коллективы физической культуры и спорта, предприятий и организаций. Много эмоций, так сказать, и незабываемое послевкусие, так сказать, спортивного духа и соревнования. Зимний спорт – это все очень интересно, надо всегда участвовать, потому что это наше здоровье. В этот день выигрыши были и начинающие. Скорость и командный дух на дистанции 800 метров продемонстрировали школьники. Среди бегущих первых нет и отстающих. Не жалею, что сегодня пришла, приехала третья, и все отлично. Все очень круто, классно, все понравилось, все весело было, позитивно. За пределами лыжной трассы квартал с активностями. Кто-то с азартом и неподдельной радостью перетягивал канат. Другие меряются в силе, поднимают гирю, участвуют в армрестлинг-поединках. Скучать некогда. Настроение на протяжении всего праздника задает зажигательный репертуар и задор творческих коллективов. Соревнования были наполнены упорной борьбой и азартом. В итоге третья призовая у команды горисполкомов. Второе место у горрай отдела по чрезвычайным ситуациям. Почетное первое у сотрудников УВД. Мы очень сильно старались. Мы, конечно, не ожидали. Но мы рады, что наша физическая подготовка позволила нам занять первое место в нашем городе. Конечно, все равно это наша общая победа города Бавруйска. Среди подростковых клубов весь пьедестал почета у Центра дополнительного образования детей и молодежи «Росквит». Победителями стали клуб «Крыница», «Спутник» и «Северное сияние». Учреждения образования места распределились следующим образом. Третье место у 27-й школы, вторыми стали учащиеся 31-й, а первыми – юные спортсмены из 35-й. Настроение отличное. Все прошло гладко. Сегодня хороший праздник, и этот праздник принес хорошие новости. 35-я школа на первое место. Я уверен, что сегодня совершенно не важно, кто первый придет на финиш. Главное, чтобы мы все окунулись в атмосферу праздника, ведь всех нас объединила любовь к спорту. Здоровый дух соперничества, эмоциональность, впечатления, награды и призы – все это подарил спортивный праздник на свежем морозном воздухе. Виталий Гаврусев, Станислав Чечерин, Максим Калинин. Итоги недели. Скрытые камеры, тайная яхта и смолотка. Английский аукционный дом выставил на торги зубной протез с золотыми креплениями у Инстона Черчилля. Какая оценочная стоимость? Далее громкие заголовки мировых новостей. Сахалин, который уже несколько дней в снежном плену, теперь в полной изоляции. Аэропорт не принимает самолеты. На взлетно-посадочной полосе нулевая видимость. Порывы ветра 20 метров в секунду. Метель полностью заблокировала движение на автомагистралях. Остановилось даже морское сообщение с островом. Закрыты школы, предприятия. Все переведены на дистанционный формат. В Великобритании зафиксировано рекордное падение уровня розничных продаж. Такого спада не ожидали даже эксперты. Так, за декабрь показатели снизились в 4 раза. С 2021 года это худшие данные. Самая сложная ситуация складывается в непродуктовом сегменте. Продажи непродовольственных товаров упали до минимального за последние 6 лет. Французский офис Амазона штрафован из-за слежки за сотрудниками. Подразделение пользовалось сканерами посылок для сбора данных об эффективности труда и производительности. Гаджеты фиксировали, если у служащего случался простой в работе свыше 10 минут, а также претенденты подозрительно быстрой обработки заказов и посылок. Также компания не проинформировала персонал об установленных камерах видеонаблюдения, что перечит законодательству. В Австрии представили концепт субмарины для миллиардеров, которая доставит пассажиров тайно практически любую точку. На борту расположится вертолетная площадка, бассейны, винный погреб и кинотеатр. Главное преимущество – яхта может непрерывно находиться под водой до 4 недель. Строительство такого чудо-судна – 2 миллиарда долларов. Английский аукционный дом выставил на торги зубной протез с золотым креплением, который принадлежал бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Оценочная стоимость – от 6 до 10 тысяч долларов. Специалисты заявили, этот лот – один из самых необычных предметов, когда-либо продаваемый с молотка. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова